Еще одна важная тема – сбор, переработка, захоронение твердых бытовых отходов. Мощности единственного полигона хватит года на 3-4. Необходимы кардинальные современные экологические решения. В противном случае нам грозит то, что вокруг города-героя Минска появятся десятки так ожидаемых и желаемых для нашего населения гор. Только мы не знаем, что с ними делать. Такие горы нам не нужны. И вообще проблема переработки мусора – важная проблема. Кстати, доходная проблема. Не надо тормозить желающих перерабатывать этот мусор, пусть строят цехозаводы по переработке. Но и нам надо шевелиться. Пример показали. Поезжайте в Брест, посмотрите. Там почти весь мусор перерабатывается, который выбрасывает город. Одним заводом. Но нам надо 3-5 вокруг Минска. Но так надо поставить и перерабатывать. Я говорю, что это дело не убыточное. Но еще важнее – это безобразное наше отношение к переработке вторичного сырья. По-моему, в Швейцарии все стекло изготавливается из отходов этого стекла. Все идет в переработку. Мы богатые. Мы очень богатые. Надо организовать разделенный сбор этих отходов бытовых. И еще. Я думаю, Антон Александрович, вы это поручение выполните. Нам надо уходить от полиэтилена хотя бы на первый случай для разлива воды. У нас достаточно производства стеклопосуды, и не надо травить людей. Уверен, что у больших и малых начальников уже водичка в стекле. Уже в мире пошла тенденция освободиться от полиэтилена и больше ориентироваться на экологически чистую тару. Это задача для вас. Подумайте, как решить. Плохо организованная работа с населением. Толком не функционирует система раздельного сбора, о чем я вам говорил, отходов. В итоге мы перерабатываем всего 17%, а должно быть не менее половины. Ну, хотя бы, как мы планировали, 30% на первом этапе. Недостаточная информация о том, куда можно сдавать опасные, вредные бытовые отходы. Это исключительно организационные вопросы, и больших средств тут не надо. Просто нужно навести порядок. И я жду это, прежде всего, от минчан. Продолжение следует...